Всем привет! Сегодня я снимаю видео с вами в очередном заказе от Евроше. Если вам интересно, конечно, оставайтесь со мной. И сперва, как обычно, по традиции, начну с тех продуктов, которые я купила, ну а затем перейдем к подаркам, к самому интересному. В данном случае у меня будет не менее интересный продукт, нежели подарки, которые я приобрела, который буквально недавно появился на сайте, где-то летом. Я его сразу же увидела и решила заказать. При том, что цена у него, конечно, была не самая бюджетная, но я подумала, что у меня действительно от Евроше очень мало декоративной косметики, а в этом продукте собрано очень много средств от Евроше. Поэтому, конечно, я решила все-таки раскошелиться и взять себе эту палитру, палетку. В общем, я все время путаю, как правильно, палитра, палетка, как-то оно одно и то же, мне кажется. И вот такая вот новая вышла совсем недавно. Я решила ее приобрести. Конечно, когда она мне пришла, я не ожидала, что будет настолько маленькая, потому что там есть очень известная такая стандартная, большая, красная. Там она больше идет, она дороже, соответственно, стоит. И там, по-моему, целых три отделения. Она, конечно, действительно очень большая. Я думала, это тоже будет большая, но она мне пришла вот такая вот совсем маленькая, манипусенькая палетра. Хотел сказать палетка. Получилась палетра. В общем, да, вот такая вот палетка, абсолютно маленькая. И здесь вот таких вот два идут отделения. И что меня очень, кстати, порадовало, то, что здесь есть вот такой вот как бы узор, что ли, надпись Make Up, потому что в той большой красной на вот этой вот части, самой видной части абсолютно ничего нет. Просто она обычного красного цвета. Ну, а здесь же хотя бы как-то более красивее ее сделали, что ли. И хотя бы вот такую вот надпись здесь поместили. И уже как-то она красиво смотрится. И когда стоит у меня на туалетном столике, определенно радует мне глаз. Я хочу сделать, скажем так, отдельный обзор на эту палетку. И я думаю, что сейчас я вам покажу, как поближе она внутри выглядит. Что там, собственно, есть. Сейчас покажу вот так вот. Она, то есть, открывается на магните, тянется за вот это вот, что это? В общем, за вот этот вот кусок ткани. И здесь у нас зеркала нет, что очень странно, потому что в той большое оно есть. Здесь такая вот лента, которая это все делает, держит магнит, соответственно. Здесь какие-то поместили картинки макияжа. И зеркала очень странно, но здесь нет. В принципе, оно мне не нужно, но уместно было бы его здесь сделать, согласитесь. И вот здесь у нас тени, соответственно. Разные абсолютно оттенки, вариация макияжа абсолютно доступна. Можно сделать что угодно. Любой макияж. И вот здесь вот уже отодвигается. И здесь так, немножечко туговато, если честно. Отодвигается. Тяжеловато иногда. Вот сейчас даже... О, пошла уже. В общем, да, здесь у нас помады и румяна. И также еще, конечно, в комплекте идут кисточки. В общем, сейчас покажу вам все это дело поближе, потому что так показывать довольно-таки неудобно. Хочу сделать более такой подробный на нее обзор, что ли. И, конечно, когда я начала показывать там подругам, маме, то все сказали, что, конечно, дороговато за такой вот продукт. Вот, действительно, цена завышенная. Да, я ее брала без скидки. То есть, конечно, думаю, со скидкой более будет оправданная цена. Но без скидки, по полной стоимости, еще с, скажем так, обозначением новинка, конечно же, цена просто огромнейшая за такой вот продукт. Поэтому, ну, все равно я не жалею. В принципе, она мне понравилась. И я очень хотела попробовать что-то такое от Evroche. Поэтому сейчас, кстати, давайте уже перейдем к просмотру этой палитры. Покажу поближе, как эта палетка выглядит. Вот такая вот она гладенькая, глянцевая. Такой вот здесь рисунок. И открываем верхний самый, самый верхний. Открываем. Здесь у нас вот такие вот якобы уроки макияжа, что и как использовать. Что-то такое здесь поместили. Зеркала нет. Хотя здесь вот, в принципе, оно должно было бы быть. И здесь у нас вот такая вот идет защитная пленка, которую мы сейчас снимем. И вот такие вот здесь оттеночки. Вы можете видеть, что абсолютно разные есть. И коричневые, и какие-то зеленые, и сиреневые есть оттенки. И синие. И какие-то персиковые, в общем, абсолютно разные есть оттенки. Пигментация практически у всех цветов одинаковая. Конечно, вот этот вот такой действительно насыщенный, золотистый. Вот этот вот. Дальше, какой тут еще вам показать. Вот этот вот сиреневый, такой прям грязно-сиреневый. Я бы даже сказала, вот такой вот. Далее попробуем вот такой вот ярко-зеленый. Такой летний. Действительно, конечно, неплохо пигментирован. Но пигментация средняя, то есть не самая такая насыщенная, не плохая. Ну, вот такая вот более-менее средняя. И тени неплохо переносятся на веки. Поэтому, в принципе, я осталась довольна. Аж ждала худшего. Вот, можете видеть, что этот вот синий. Он действительно очень-очень ярко-синий. Такой именно летний, конечно, оттенок. Так, у меня уже пальцы кончились. Вот такой вот еще попробуем черненький. И вот тоже можете видеть, что довольно-таки неплохая пигментация. Действительно, тенями я осталась довольна. Вот еще раз так поближе покажу. Далее второй отсек. Здесь у нас также вот идет такой вот пластик защитный. Также вот здесь вот кисточки идут для румян и для губной помады. И также еще и спонжик тоже для теней. Вот здесь у нас идут вот эти вот все спонжики, кисточки. И здесь у нас, как вы можете видеть, помады. Здесь у нас идет 5 оттенков помад. Вот 6 и это даже 7. Я даже не знаю, это помада или что. Это вообще какое-то оно очень странное. Возможно, какие-то жидкие тени. Но будем считать, что это какой-то такой странный цвет помады. В общем, у нас здесь 7 оттенков помад и 2 оттенка румян. Вот эти какие-то очень странные румяны. Они какие-то серые. Не знаю, какой-то очень такой холодный, очень блестящий оттенок. И вот эти вот такие вот легкие летние персиковые. То есть, конечно, вот именно оттенки румян не самые такие удачные. Нету такого более яркого, нету такого розового. Действительно розового. Какие-то такие более что ли летние, более холодные оттенки. И так вот. И сейчас вам покажу вот эти вот румяна. Я, кстати, наносила уже их на руку. Они действительно неплохо пигментированы. Но они какие-то вот персиковые. Действительно такой летний персиковый оттенок. Возможно, на пальцах, конечно, будет плохо видно. Потому что падает цвет. Но они неплохо пигментированы. И персиковый оттенок, конечно, не знаю. Только летом, возможно, буду пользоваться таким оттенком. И вот эти вот вообще странные. Сейчас сделаю свотч. Вот какие-то они очень тёмные. Какой-то даже, я бы сказала, бронзер, что ли. Очень тёмные румяна. Действительно, не знаю, подойдёт ли мне такой оттеночек. Но эти даже лучше пигментированы. Действительно такой насыщенный оттенок. Ну и теперь помады. В принципе, помадами я ещё не пользовалась. Ничего сказать о них не могу. Но цвета, конечно, красивые. Ну, кроме вот этого. Какой-то, как я уже сказала, странный. Вот эти вот, в принципе, красивые цвета. Есть и красный, есть и такой ярко-розовый. Вот эти два есть более светлый. Есть ещё такой более, ну, розовенький оттеночек. В общем, неплохо. Сейчас попробую какой-то сделать. Допустим, вот этот вот. Вот так вот сейчас. Вот. В принципе, очень такие жирненькие помады. Думаю, будут хорошо увлажнять губы. Даже растекаются. Настолько жирненькие. Вот такой вот здесь оттеночек. Сейчас ещё попробую какой. Ну, допустим, вот этот красный даже, если так вот взять. Проверить именно пигментацию. Вот такой вот какой-то кровавый такой цвет. Мне кажется, даже это больше блески, не помады, потому что очень такие жидкие, глянцевые, далеко не матовые. Вот. И вот такие вот здесь оттеночки. В принципе, всё понятно и так. Так что да, вот такой вот получился обзор на эту палетку. Надеюсь, он вам оказался полезным. И давайте дальше перейдём к моим покупкам и подаркам, соответственно. И следующее, что я заказала, это был продукт, который я довольно-таки давно хотела попробовать. Давно он как-то привлекал мой глаз на сайте и в каталогах. Поэтому, конечно, я решила уже наконец-то его взять. Тем более, мне нужно было добить сумму для того, чтобы взять определённый подарок. И я решила взять всё-таки наконец-то этот продукт. Это шампунь. Это шампунь. У меня уже с этой серии был шампунь для окрашенных волос. В принципе, мне понравилось. И я решила какой-то ещё взять. И это шампунь питания и обновления. Это у нас уход для сухих и повреждённых волос. Питательный шампунь. Всем известная серия. Думаю, многие знают. Ещё есть кондиционер, ещё есть масло. Но пока решила взять только шампунь. Здесь целых 300 мл. В принципе, хватает его надолго. Не так сильно надолго, как, допустим, шампунь от Сиос, у которых пол-литра. Но всё равно 300 мл довольно-таки большой объём. Особенно, если учитывая то, что раньше шампуни у Невраше были по 200 мл за ту же стоимость. Хотя сейчас вот эти уже подорожали. Действительно, цена выросла. И довольно-таки намного. Поэтому, да, цены растут. Ничего не поделаешь с этим. В общем, довольна, что купила этот шампунь. Буду пробовать, надеюсь, как-то увлажнить мои сухие и повреждённые волосы. Хотя, сомневаюсь в этом. Ни один шампунь особо это не делает с моими волосами. Цена у меня пушистая. Такая структура у меня волос. Поэтому ничего с этим не поделать. Просто стоит смириться и всё. И ещё одну взяла вещь, которую довольно-таки давно хотела приобрести. Это будет вот такой вот дозатор на флакон 300 мл. Как раз при этом вот шампуне. Потому что здесь у этих шампуней очень такая неудобная помпа. Крышка, она очень тяжело открывается. То есть даже так больно пальцем. Неудобно. Поэтому я решила вот взять вот такой вот дозатор. И вот это всё вместе использовать. Не знаю, почему сразу эти шампуни не идут с дозаторами. Почему приходится покупать отдельно. Так же, как и для геля для душа. Близир Натюрт. Они тоже там очень огромное горлышко. И приходится покупать отдельно дозатор. И при этом дозаторы очень часто сложно найти на сайте. Вот. Поэтому вот увидела и взяла для шампуня. И дальше перейдём к самому интересному. Это, конечно же, подарки. За минимальную стоимость заказа. То есть если вы на определённую сумму сделаете заказ. То там, конечно же, на сайте есть подарки на выбор. И я выбрала именно такой вот подарок. Это два вот таких вот средства, которые шли как бы набором. Первая из них это укрепляющий уход для ногтей и кутикулы. В котором 10 мл. И когда раньше его не видела у Ивраше, конечно, меня оно заинтересовало. Тем более, что все мои средства для ногтей и кутикулы, они все уже позаканчивались. Поэтому, конечно, оно мне было очень даже в тему. Здесь вот такой вот носик. Оно очень такое густое, очень плотное, очень жирное, такого белого цвета. И я уже один раз его использовала. Довольно-таки неплохо увлажняет кутикулу, увлажняет ногти. Поэтому думаю, что при регулярном использовании какой-то эффект можно от этого средства всё-таки увидеть. Поэтому, конечно, довольна, что получила подарок. И второе, был вот такой вот карандаш 3 в 1. Надписи здесь никаких нет. В общем, это у нас вроде бы Каял пишут, да. Каял 3 в 1. Вот такого вот светло-розового цвета. То есть он не белый, он такой светло-розовый. Именно для того, чтобы подводить слизистую вот здесь вот внизу. Вот это вот, скажем так, нижняя века. Именно слизистую. Конечно, он очень маленький. То есть самое интересное, что он очень-очень коротенький. Я уже им активно пользуюсь. Несколько раз уже его точила. И вот, конечно, он такой вот очень маленький. Мне кажется, он очень быстро закончится. Если честно, меня порадовало то, что он очень мягкий. Действительно, очень-очень-очень-очень такой мягкий, светло-розовый. Такой вот нежный очень оттеночек. Действительно, он не царапает глаз, как многие у меня карандаши. Действительно, очень твёрдые, острые. И они царапают глаз. Этот очень мягкий, такой, действительно, для глаз отличный карандаш. И я им подвожу, в принципе, по назначению именно вот нижняя века. Слизистую. В общем, вы поняли. И мне очень нравится эффект. Действительно, увеличивается как-то визуально глаз. Взгляд становится более выразительным. И плюс, как я уже сказала вам, он действительно имеет очень красивый цвет. И он очень мягкий. Поэтому, да. Вот такие вот два подарочка. Мне пришло предложение на электронную почту с предложением, что я могу выбрать из определённого списка продуктов один из них в подарок. Конечно же, меня очень заинтересовало это предложение на сайте. И я решила воспользоваться им. Приглянула для себя такой один продукт, который действительно очень стоящий. И, конечно же, захотела очень получить в подарок. Соответственно, поэтому воспользовалась этим предложением, этой почтовой рассылкой в интернете. И это будет вот такой вот продукт, который называется у нас туалетная вода. Но я бы не назвала это туалетной водой, потому что, ну, это больше как спрей для тела, такой более летний. И нельзя это прям назвать туалетной водой. Но раз так назвали, будем называть так. Туалетная вода, экзотический бриз, маной. Всем известна серия маной таить, которую я, конечно же, как и многие любители и в роше, обожаю. Из-за её прекраснейшего аромата. И там был вот такой вот... Нет, там ещё у них отдельный спрей для тела. Вру, у них есть отдельный спрей для тела. Он стоит дешевле. И вот у них отдельно есть ещё за эту серию туалетная вода. Очень захотела её получить в подарок. Потому что стоимость, соответственно, и полная стоимость не самая бюджетная. Далеко не самая бюджетная для такого аромата. И здесь у нас целых 100 мл. Опять же такие 100 мл. Просто отлично, хватит надолго. Вот такая вот красивая здесь коробочка. Просто очень такая летняя, экзотическая, красивая упаковка. И сам флакончик вот так вот у нас выглядит. Такой вот тоже милый, интересный, золотистый цвет. Имеет эта туалетная вода. Маной. И запах абсолютно идентичный, как у всей этой серии. Как у масла, как у гиля для душа, как у... Что у них там ещё есть, я уже даже не помню. В общем, очень приятный аромат. Конечно, не думаю, что будет долго держаться. Так как все эти ароматы, не думаю, что такие прям стойкие. Но действительно, именно летний аромат, я, наверное, его оставлю на следующее летом, аромат действительно очень-очень приятный. Ну, кто знает, как пахнет цветок Тиаре, вся серия Маной. Этот аромат пахнет абсолютно так же. И я очень довольна, что получила его в подарок. Действительно, я очень-очень рада, что вот это предложение мне пришло на почту, и я им воспользовалась. Так что да, Маной Таити, туалетная вода. И третий подарок. Да, в этот раз у меня заказ получился действительно выгодный, потому что я получила целых три подарка. Обычно, если там на самую большую стоимость берёшь, по-моему, от 240 гривен или 260 даже, то тогда только два подарка. А в этот раз у меня вышло три подарка за ту же стоимость, поэтому определённо заказ очень даже получился выгодным. И там у меня было на выбор опять, или же крем после загара, который у меня уже приходил в подарок, но я уже захотела взять второе, то, что там также предлагалось на выбор. То, что у меня также есть. Вот это туалетная вода, ароматная сирень 100 мл, которая у меня уже есть. И, в общем, пришлось брать её себе снова. Но думаю, что лишним не будет. Подарить можно всегда кому-то. Но аромат, конечно, не очень мне нравится. Да, конечно, сперва очень воняет спиртом, потом аромат раскрывается через несколько минут, действительно пахнет сиренью. Но аромат, скажем так, несерьёзный. Чисто так для весны, для лета попшикать на тело можно, но именно такой вот, скажем так, дневной лёгкий аромат сирени. Это да. Вот, поэтому у меня теперь ещё одна такая бодейка этого флакона будет. Не знаю, возможно. Скорее всего, кому-нибудь подарю, потому что пользоваться двумя, это, конечно, очень утомительно. Два флакона по 100 мл, в этом не хватит на уй-ой-ой, при том, что у меня парфюмов уже много. И, конечно, думаю, что кому-то его подарю. И, конечно, я удивлена, что эти ароматы на сайте, вообще вот эти вот все ароматы серии «Утро в саду», они на сайте стоят очень-очень дорого. Для таких ароматов у них очень высокая цена. Не понимаю, почему они такую высокую цену за них просят. В общем, да, вот такой вот у меня получился заказ «Evroche». В принципе, я очень довольна, я довольна палеткой. Конечно, да, дороговато она стоит, соглашусь, но она неплохая, мне она понравилась. И я активно сейчас ей пользуюсь. И также еще получила два аромата в подарок. Конечно, это тоже прекрасно. Поэтому я надеюсь, что этот заказ, это вообще мое видео вам понравилось. Конечно, скоро будут новые, и также будут скоро заказы от «Evroche». Точно будут. И спасибо всем за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok